МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только смотрим мультики, но и делаем их сами. Как создать мультипликационный фильм? Мастер-класс от участников фестиваля «Таёшкины сказки». Тяни! Еще! Еще чуть-чуть! Еще! Начали! Ура! Спортсмены и болельщики. Приглашаем на открытый чемпионат округа по лыжным гонкам. Три, две, одна, два! А после этого сразу в деревню, в Шапшу, к знатокам права. Наша команда. Парк. Наш цивилизм. Гореть самим, зажечь других, быть впереди и в точке. Лиза, ты активный человек? Да, я люблю учиться и двигаться вперед. Любые мастер-классы и тренинги – моя любимая тема. Тогда тебе, мне и всем другим активистам и позитивчикам будет интересен наш следующий материал. Большая молодежная тусовка российского движения школьников собралась в Нягоне. Они не только говорили, спорили, учились, но и тренировались. Не каждый человек сразу рождается лидером. И мы часто снисняемся или боимся проявлять активность или инициативу. Но характер можно воспитать. Лень преодолеть, а лидера себе вырастить. Мозговой штурм, креатив, тренинги, квесты – привычная атмосфера на сессиях российского движения школьников. Ребята приехали из разных городов и поселков Югры. Всем привет! Я Таня, и я из города Нижний Лаповец. Всем привет! Мы, Люда и Полина из города Путя. Меня зовут Полина, и я из Невчеганского района. На несколько дней Няганская школа номер 6 стала площадкой для мастер-классов. На этот раз школьники узнали, какими бывают лидеры в деле и семь законов лидерства для жизни. Собрали кейс успешного лидера, разработали молодежный квест на основе региональных особенностей. И вместе с журналистами программы «Твое ТВ» подготовили следующий выпуск, который будет посвящен 88-летию нашего региона. Это «Твое ТВ» и мы продолжаем. В Хантамантийске состоялось открытие нового лыжного сезона. И вместе с нашим спецкором мы отправляемся на зимнюю трассу. В преддверии начала зимнего спортивного сезона проходят открытый чемпионат округа по лыжным гонкам. Съехали сильнейшие спортсмены Ханты-Мансийского автономного округа. Я не мог не спросить у ребят, почему они стали заниматься лыжным спортом. Меня в этот спорт привлек мой папа. Он всю жизнь посвятил себя этому делу, занимался лыжными гонками, сейчас работает тренером. Я хотел сначала заниматься шахматами, но потом передумал, чтобы пошел на лыжи, чтобы была физическая какая-то подготовка. Лыжным спортом я начала заниматься, потому что не могла найти другое призвание. И я знала, что это перспективная сфера. И я действительно могу достичь чего-то в этом. Поинтересовался, что для них было самое сложное в этой гонке? Наверное, погода. Потому что трасса уже настолько знакомая, я самодействительно на ней бегаю и знаю ее от и до. На некоторые участки трассы было достаточно много равнины, приходилось много толкаться с одновременным ходом. Ну и вот это, скорее всего, было самое сложное. Там, наверное, будут подъемы и погода. Лыжники охотно поделились своим мнением о спорте. Спорт дисциплинирует, воспитывает, ну и поддерживает физическую форму хорошую. Я чувствую, находясь здесь, на спортивном стадионе, что мы все как однодружная семья. И спорт – это прекрасно. Ты меня на лыжи, а вот я тебе сейчас на мультики отправлю. Ты у нас хорошо рисуешь, поэтому тебе точно понравятся Таёшкины сказки. Алина, я уже большая для сказок, если честно. Это для моей сестренки больше тема. Это не просто сказки, это известный Мегионский фестиваль, где показывают мультики. Умеешь зажечь, Алина? Тогда у нас с тобой тоже может быть команда. Ты пиши сказки, я рисую. Осталось посмотреть, как это делают другие. Каждый год в ноябре мультяшная стена Таёшкины сказки гостеприимно распахивает свои двери. Со всех сторон торопятся на фестиваль конкурс детского анимационного кино рисованные, пластилиновые, песочные, компьютерные, кукольные герои. Мегион в эти дни превращается в анимационную столицу. Мы пришли на фестиваль узнать для себя что-то новое, взять информацию, научиться и рассказать своей школе и студии о этом фестивале и что тут можно новым научиться. Таёшкины сказки класс. Анимация рулит. В этом году фестиваль посвящен Международному дню анимаций и коду добровольцев России. 22 мультстудии из разных городов России прислали на конкурс более 90 анимационных работ. Таёшкины сказки – это не только просмотр конкурсных мультфильмов. Это ещё и мастер-классы, возможность поделиться своим опытом, узнать секреты анимационного мастерства. Давайте ещё разкицательный знак сделаем и подслужим его на всём поле ещё забавим. Участники фестиваля – настоящие творцы. Они не только придумывают и создают своих героев, но и одушевляют их. Мы будем говорить микрофон очень близко, чтобы мы слышали именно ваш голос. Помогите! Мультики – это не только сказки. Ребята создают настоящие учебные пособия по правилам здорового образа жизни, пожарной безопасности, компьютерной зависимости. Мечтают о бережном отношении друг к другу. Без паники, сохраняйте спокойствие. Если есть кнопка пожарной сигнализации или телефон, быстро сообщите в пожарную охрану. Мама говорила, «Лера, нужно чистить зубки, а то снова червячок съест твой зубик». «Никогда никого не спугну, не обижу». Для детей хорошо, потому что они познаются новые, даже вот такие маленькие. Они смотрят на этот фильм и уже знают, что можно делать, а что нельзя делать. И верю, что мультики – это хорошо. Награды фестиваля разлетелись по всему свету. Гран-при – строгое и беспристрастное жюри. Единодушно присудило студии Таёшкина города Мегиона. Каждая ваша работа заслуживает награды, но мы были ограничены. Нам пришлось как-то собраться, с неимоверными силами собраться, и определить уж совсем прекрасные работы. Поздравляю с праздником, с нашим фестивалем, который, я думаю, будет продолжаться, будет всё больше и больше привлекать наших маленьких, больших любителей мультиков. Ну и хочу особо поздравить наших замечательных ёжиков. Поздравляю вас! Вы лучшие! Организаторы надеются, что с каждым годом мультяшная страна Таёшкины сказки будет пополняться новыми участниками и новыми героями. А фестиваль – конкурс детского анимационного кино Таёшкины сказки будет радовать своих зрителей новыми анимационными работами, открывать волшебный мир добра и красоты. Фестиваль был восхитительным. Я увидела так много новых работ, и увидела огромное количество новых техник, в которых я хотела бы исполнить свои будущие мультфильмы. Обязательно приеду на следующий год, на этот же фестиваль. Надо спешить по участку! Слёта! Ура! Я как-то зажглась этой идеей и поняла, что мультики можно делать и дома. А что, хорошая история и полезно. Можно в мультике создавать учебные. Знают ли свои права и обязанности юные граждане России? С чем не сериал? А что, много бы серий было? Ну вот пятёрочка первых названий. Право ребёнка на жизнь, право ребёнка на заботу родителей, право ребёнка на имя, право ребёнка на гражданство, право ребёнка на сохранение своей индивидуальности и ещё более 45 прав. Здорово! Только некоторые зададут вопрос. Зачем нам ещё знать эти права? Это заморочка взрослых. Но это не так. Права надо знать, чтобы понимать, на что ты можешь рассчитывать в жизни. И наш спецкорр из Шапши сейчас это докажет. Всем ТВ привет! Я нахожусь в среднеобразовательной школе сельского поселения Шапша. Здесь состоялась интеллектуально-правовая игра на такие права. Каждый должен знать свои права. Российская Федерация – это правовое государство. Конечно, у вас у всех есть права. И у взрослых, и у подрастающего поколения. Вы есть и обязанности. Права вы должны знать. Но и знать об обязанностях тоже должны. Друзья, привет! Как у вас настроение? Отлично! Что, вы рассчитываете на победу? Нет! Почти! Почему вы решили принять здесь участие? Я просто проверил свои знания по поводу... Вы знаете, что вы знаете? Вы знаете, что вы знаете? Очень! Поделитесь, что, например? Ну, как бы, что работать 16 лет, ну, 6 часов, да? Нашли работу запрещены. Что президент из 37 лет может. Скажите, зачем нужно проводить вот такие вот интеллектуально-правовые игры? Все, что касается вопросов прав, это никогда не бывает лишним. Те познания, которые сегодня в этой интеллектуальной игре ребята получили, они им пригождаются в юношестве, в молодости, во взрослой жизни. Подобные игры, они именно способствуют развитию правовой грамотности, способствуют повышению правовой культуры. У ребёнка достаточно много прав и обязанностей. Они декларированы в первую очередь в конвенции о правах ребёнка, семейным кодексом. Сегодня достаточно много обязанностей и прав прописано в законе об образовании. И на игре многие из них были перечислены. В школе у них есть сопровождение социальных педагогов. Я убеждена, что они имеют возможность обратиться, как в первую очередь, к своему классному руководителю, но и, конечно, к психологу, к социальному педагогу. Лично я узнал много нового о правах человека. Надеюсь, вы тоже узнали то, чего раньше не знали. Дмитрий Таланов. Специально для программы «Твое ТВ». Двигаемся дальше. Заглянем во всемирную паутину. Какие новости постят ребята? В Салихарде завершился Кубок России по Северному многоборью. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из 10 регионов России. Пять дней шли состязания. Тройной национальный прыжок, бег с палкой, метание топора на дальность, метание от индиана на хорей и прыжки через нарты. Югорчане заняли второе место, пропустив вперёд только команду из Ямала. А наши спецкоры из Сургута в своей группе разместили крутую новость о том, что кадеты Югры вновь стали лучшими. В столице России прошла военно-спортивная игра «Кадеты Отечества». Она посвящена 77-й годовщине битвы за Москву. 45 команд из 35 регионов России приехали на игру. Кадеты Сургутского лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича завоевали большое количество призовых мест. Причём как в личном, так и в командных зачётах. Ребята заняли первое место в общекомандном зачёте в группе лицеи, гимназии, кадетские школы. Так держать! Ребята Сургут, мы вами гордимся! Спасибо всем, кто вместе с нами делал этот выпуск. Постил нам свою информацию, делился новостями. Каждый из вас может стать нашим специальным корреспондентом. Вступайте в нашу ТВ-команду, присылайте свои новости, трикайте нам. А с вами были Лиза Госниц и Алина Дрыженко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова